Приветствую в основном канале. Одному из подписчиков удалось найти документацию на этот чип BK2461, на котором выполнен модуль GTY40. Давайте попробуем основную суть отсюда как-нибудь вытащить. Я его так мельком просматривал, особо не разбирался. Но что особо бросилось в глаза, это по настройкам этого ресивера, это то, что очень он похож на NRF24L01. Так, это мы видели, я показывал в предыдущем видео, то же самое, основные моменты, повторяться не буду. Внутреннее устройство, часы реального времени, I2C, UART, RCP, Watchdog, ШИМ, таймер, порты ввода-вывода, управление питанием, это 32 кГц, генератор для спящего режима, различная память, према-передатчик RF-трансивер. Далее, распиновка, расположение выводов, что у нас тут, 3 вольта питания, выход антенны, вход-выход АЦП, 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 прерывание, UART, I2C, ШИМ или G-TAC, и что-то еще. Далее, распиновка в другом корпусе. Видимо, код совпадает с микроконтроллерами семейства, или как это называется, 80C51. Не знаю, не разбираюсь. Вот, кстати, как раз узнаем, что по напряжениям. Надеюсь, здесь это будет. Размер памяти. Ну, думаю, здесь нет смысла это изучать, потому что если использовать как контроллер, то все равно на флоу-коде я его использовать не смогу. Но те, кто умеет программировать на языках C или Ассемблеры и прочее, те разберутся сами, я думаю. Так, организация памяти, неинтересно. Тут какие-то, наверное, регистры или еще что-нибудь пролистываем. Да, регистры, адреса, что они означают, исходное содержание, тоже неинтересно. При установке режима сна тактирование переходит с 16 МГц на 32 КГц. Режим глубокого сна есть какой-то. Как в него перейти, разбираться не будем. Проснуться можно по команде выхода из сна 80 мкс на старт генератора и затем 400 мкс на переключение на внешний кварц. То есть вот 500 мкс требуется модулю, чтобы выйти из режима сна. А, нет, видимо, есть внутренний RC генератор на 16 МГц, который стартует, пробуждает модуль и затем только он переключается на внешний кварцевый генератор. Если вы хотите выполнить прием или передачу трансивером, то подождите 600 мкс после выхода из сна. Периферия UART стандартный, ну или не стандартный, там не знаю, настраивать можно его. Его настройки нас не интересуют. АЦП 8 входов, 10-бит на АЦП. Тоже нас, к сожалению, не интересует. Есть внутренний источник опорного напряжения 1,2 вольта. ШИМ тоже пролистаем. I2C мастер. Watchdog. Так, вот, наконец-то трансивер. Ну и не стал пролистывать все предыдущее, чтобы, может, что-то интересное найти. Но по факту ничего интересного там не было. Здесь, наконец-то, я надеюсь, мы узнаем несколько важных моментов. Во-первых, это шаг изменения частоты с изменением каналов. Видим здесь, что частота от 2.4 до 2.483,5 МГц. Получаем 83,5 МГц на все каналы и делим на 128, 83,5 делим на сколько? 128, по-моему, каналов. Не помню. Ой, 28. То есть примерно 650 кГц шаг на один канал. Скорость передачи до 2 Мбит в секунду. Так, вот RF Channel 2400 плюс RF Channel МГц. Это как так? 128. Разрешение установки канала получается 1 МГц. Ну, не знаю. В документации на модуль указано 128 доступных каналов. Так, далее. Внутреннее устройство. Сокращение. Принцип работы. Пониженное энергопотребление. TX моды. Есть какой-то вот FIFO, то есть буфер. Но, как я говорил, просто замкнуть RX-TX выводы нельзя, чтобы передатчик отправлял на модуль, у которого замкнуты выводы TX-RX. И чтобы этот модуль сразу же отправил пакет обратно. Такого не получилось у меня. Я думал, что у него нет буфера, но оказалось, есть какое-то там внутреннее устройство RX-MOD. Вот первый звоночек, что очень похоже на NRF 24L01. Это примерно такое же построение пакета данных. Но тут странное дело. Я не помню, как он выглядит в NRF, но очень похоже. Там есть там преамбула, адрес, что-то пакет, контрольная сумма и прочее. Но если используется этот алгоритм, то по идее приемник не должен быть способен принять неправильные данные. Но по факту это происходит. Может там используется какой-то сокращенный вариант или что-нибудь, но не знаю. Или может быть документация все-таки это слишком секретно и здесь неверная информация. Ладно, так далее смотрим. Описание. 32 байта буфер для передатчика и для приемника. Регистр, вот опять же, вот эти все обозначения. Write-регистр, payload, flash, flow, как она называется. То же самое, что и на RF 24L01. Все это очень похоже. Прямо даже большинство регистров обозначается так же. Вот так же у нас здесь есть несколько адресов. RX-адр от 0 до 5 в NRF. Также TX-адрес 1. То есть вот из 5 бит задается адрес. То же самое в NRF. Большинство названий регистров совпадают с вышеуказанной микросхемой. Так, далее. Что описание регистров? А, в электрической характеристике. Интересно. Питание до 3,6. Это понятно. Digital Input Pin. То есть напряжение, поступающее на входы контроллера. До напряжения питания. Ну вот, интересно. Тут частота указана от 2,400 до 2,527. Вот как раз эти 128-127 каналов и есть. Что было указано выше, непонятно. Битрейт данных в воздухе. От 0,25 до 2 Мбит в секунду. То же самое, что и для NRF 24L01. Меняются они тут у нас в данном модуле или нет, неизвестно. Выходная мощность 12 дБ. Это Current Output. Так, минус 12, минус 36. А где вообще данные? Нету данных. Ладно, поехали. Спросили ток потребления в режиме приемника. Не помню, говорил это в видео предыдущем или нет. Но я измерял. 24 мА потребляет ток приемник в дежурном режиме. Которые вот светодиоды запитывались. Ресивер. Вот он, Current. 24 мА. Чувствительность. И что? Все. Ё-моё. Ну, так никаких данных мы и не получили особо. Единственное, что мы поняли, это что шаг изменения частоты у нас получается 1 МГц. Но это не точно. То есть, вот эта одна таблица показывает, что такой диапазон частот, другая информация в начале, где указывал, показывает другой диапазон частот. В общем, ничего не понятно. Судя по всему, в микросхему, ну как и получается, что залита прошивка, которая вот и образует этот приемопередатчик для общения по UART. И каким образом она взаимодействует с регистрами, какие параметры, ничего это никак, видимо, не выяснить. Как происходит передача, вот этот пакет, судя по всему, как я уже говорил, не соответствует действительности, потому что, по идее, он должен не допустить приема неправильных данных приемникам. Но это не так. На удалении данные приходят частично, либо приходят неправильные. То есть, разные бывают. Нет, неправильные, по-моему, у меня не приходили, а частичные точно приходили. Ну, вот и все, что удалось по нему выяснить из данной документации. Еще два момента. Во-первых, под предыдущим видео добавил, и под этим тоже выложу ссылку на архив, где есть документы. Документы, вот этот текущий, который часто рассмотрели, также тот, который рассматривали в предыдущем видео, и программы для приемника, которые я показывал в предыдущем видео. И, кроме того, еще один момент, что здесь я показывал, вот при покупке 5 штук, вот такая доставка, если пробуем больше, то уже вырастает. Тут нельзя ее изменить? Нет, нельзя. Так вот, я заказал себе еще 8 штук таких модулей, причем, как сделал, щелкаем здесь, купить сейчас, переходим в храмление товара, и уже там указываем количество. Вот таким образом у меня получилось, что цена доставки, видимо, от 53 рубля, а не больше 100, как было указано на самой первой странице. Все, вот купил 8 штук за 431 рубль.